Здравствуйте, это ИТВ. Сумма мнений. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня в программе. Заклинания коррупции. В России начали бороться со взятками методом убалтывания и упрашивания. Как устроена оральная антикоррупционная терапия? Отцы, дети и неэффективные старики. Философ Александр Перцев объясняет, почему нам приходится выбирать между богатством молодых и жизнью стариков. И пока город радуется наступившему лету, мрачный поэтический гений Александра Вавилова напоминает зима близко. Кроме того, во второй части программы разговор с главным специалистом города по субсидиям на жилье. Если думаете о покупке жилья, обратите внимание на это интервью. Оказывается, льготы из казны могут получить не только самые бедные. Мы по традиции задаем вам вопрос на нашем сайте. Он сегодня такой. Вы чаще даете или берете взятки? Варианты ответов такие. Даю, беру, как можно, ни то и ни другое. Пока думаете, как будете отвечать, а еще пока думаете над вопросами, которые хотите задать нашим гостям, посмотрите выпуск новостей. В Екатеринбурге судят преступную группу, похитившую банков больше 3 миллиардов рублей. Несколько подсудимых руководителей группы Олег Палферов и его шестеро предполагаемых сообщников. По версии следствия, через подставные фирмы обвиняемые обманули 11 российских банков. Злоумышленники брали кредиты по фиктивным документам, потом предъявляли данные о работе своих фиктивных фирм и брали новые кредиты. Руководителю группы предъявлено обвинение по 18 эпизодам преступления по статье мошенничества. Воспитанники детских домов будут учиться в школах вместе с обычными детьми. Новое положение деятельности детдомов разработали в правительстве страны. Эксперты считают, что детей-сирот нельзя содержать в замкнутом пространстве. Поэтому с 2015 года, когда документ вступит в силу, такие дети смогут посещать обычные общеобразовательные школы, поликлиники, а также кружки и секции. Это быстрее адаптирует ребенка к реальной жизни. Солнечный Таиланд ужесточает правила въезда для иностранных граждан. Слишком много туристов приезжает в страну и надолго остается там без всякой визы. С 13 августа находиться без визы в Таиланде можно будет только 30 дней подряд. Дальше нужно будет оформлять долгосрочную визу, либо уезжать. Впрочем, туроператоры уверены, большинство российских туристов данные ограничения не коснутся. Многие укладываются с отдыхом в один месяц. 73 площадки будут открыты в Екатеринбурге во время международной акции «Ночь музеев». Поэтому горожанам советуют заранее выбрать, что именно они хотели бы посмотреть. Только для детей будет работать 48 площадок. Посетить большинство музеев можно будет по единому билету. А на Екатеринбург ТВ «Ночь музеев» начнется на день раньше. У нас в эфире будет Вася Ложкин, автор известных оптимистичных котиков. Его работы будут выставляться в галерее современного искусства. А интервью с автором смотрите в пятницу, 16 мая, в 15.00 на ЕТВ. Россия ведет беспощадную борьбу с коррупцией. Это, сказал бы, человек, который любит нашу державу. А человек, который очень любит, сказал бы, что война проиграна, и враг оккупировал территорию государства. Очки сопротивления какие-то очень локальные. Но, слава богу, наконец-то оружие возмездия появилось. Боевой листок, правда, надо понять, чей это боевой листок, под названием «Известие» сообщает, чиновников научат негативно относиться к подаркам. То есть для госслужащих ввели специальные антикоррупционные курсы. Ну, в общем, вот такое средство борьбы с постоянной бедой. Давайте разбираться, поможет ли оно побороть коррупцию или нет. У нас сегодня в гостях Софья Вейберт, член рабочей группы Совета по противодействию коррупции при губернаторе Свердловской области. Здравствуйте. Сергей Черкасов, предприниматель, экс-глава администрации Родженикидзевского района. Здравствуйте. И Максим Ряпасов, бизнесмен и экс-депутат ЗАГС Собрания Свердловской области. Добрый вечер. Смотрите, мне кажется, вот эта мера проводить тренинги, на которых надо обучать чиновников не брать взятки, подозрительно относиться к подаркам, это просто какое-то издевательство в медведевском духе. Помните, у нас был в новейшей истории такой период, когда мы делали вид, что занимаемся какой-то деятельностью, чтобы народу не казалось, что страна стоит на месте. На месте там стрелки часовые переводили, еще что-нибудь такое. То есть это вот из той же серии, это рецидив медведевской эпохи, вот этой издевательской, или это действительно мера, которая может помочь воспитать в чиновниках культуру служения государству? Как Вы считаете, Софья? Я думаю, что все-таки это мера, которая позволяет воспитывать чиновников. Таким же образом? Дело в том, что представьте себе, когда человек приходит на государственную службу впервые, он должен четко понимать правила игры. Если эти правила для него неизвестны, если он считает, что тот человек, который заходит к нему в кабинет, говорит спасибо и выкладывает на стол некий презент, это правильно, он так и действует. Другой вопрос, если он четко понимает, что за это могут уволить, что за это может быть наложено дисциплинарное взыскание, и за это он может быть привлечен к уголовной ответственности, дважды подумает, стоит это делать или нет. Хорошо. А почему тогда всех, кто прибывает на службу, например, не обучать мыть руки? Ну, это такая же гигиеническая, самоочевидная процедура. Ну, кажется, это должно просто в воздухе витать. Наверное, в данном случае мы, в принципе, должны говорить о повышении правосознания в целом общества. Не только в самих государственных случаях, но и обычных граждан, которые приходят в государственный орган, уже имея в сумочке шоколадку, набор шоколадных конфет и что-нибудь еще иное. Рассчитывая, если не удастся законным способом решить свой вопрос, именно таким, в таком варианте решить насущную проблему, с которой человек вообще пришел в этот государственный орган. Максим Сергеевич, вы как бывший для участников власти. Нас сегодня-то что интересует? Способно ли государство сейчас бороться с коррупцией или готово ли государство бороться с коррупцией? Готово ли оно и действительно ли оно хочет бороться, и у него не получается, или оно просто над нами издевается? Если вот это является борьбой с коррупцией, то, о чем вы говорили, лекции некие чиновников и привитие им культуры работы в госучреждениях и так далее. Но это, я считаю, полный бред. И не с этого нужно начинать борьбу с коррупцией или вообще какие-то подобные законопроекты. Я считаю, это лишь какие-то популистские, либо, наверное, имеющие под собой какие-то тайные цели. Но вот я ничего логического здесь не вижу. Есть давно уже опыты разных стран. Вопрос в том, нужно ли это сейчас в нашей стране. Потому что выстроена такая система, когда без коррупции, без вертикали власти невозможно будет удержать бразды правления нашей великой большой матушки России. Поэтому есть даже песни такие, там, царь Горох воровал, царь Иван воровал, а потом за ментов дочерей выдавал. У нас в России всегда воровали. Были периоды, когда зажимали, там, сталинский период, допустим, там, или еще какие-то периоды, возможно, были, про которые нам неизвестно. Но, тем не менее, коррупция всегда процветала в России, всегда. И с ней всегда боролись. Успешно, либо безуспешно. Успешно привести коррупцию в законодательной власти. Ну, в законодательной власти даже больше не коррупция, скорее всего, а лоббистские какие-то интересы. Потому что я дважды избирался, и, поверьте мне, ничего там не окупилось. Если работать честно, то ты тратишься на выборы, а в итоге потом всю зарплату тратишь на своих избирателей, как минимум, чтобы ее не получать. Ну, ладно, это второй вопрос. Самое главное, что в законодательной власти нет реальных рычагов управления, оттуда и меньше возможностей коррупции. Либо человек на месте, да, стоит гаишник на посту, все, он уже объект, как говорится, субъект коррупции. А когда законодательный... Давайте от ЗС не уходить. Я про это и хотел спросить. Ну, не очень много полномочий у ЗАГСобрания. За что же там платят? Какие там лоббисты? Я знаю, в ЗАГСобрании, в Государственной Думе ударяются зарабатывать на всем, даже на продаже удостоверений помощников. Там о входе, о запросах и так далее. Все поставлено на поток. Ряд даже депутатов там занимается только тем, что подписывают запросы от разных партий. Но это такая система, так выстроена. И это кому-то нужно, потому что партии должны финансироваться, соответственно, им разрешается сейчас вот таким образом заниматься, ну, вот такой, скажем так, деятельностью, чтобы самим себя прокормить, а государству, соответственно, не тратить много денег на развитие демократии внутри страны. Поэтому здесь такой вопрос. Коррупция должна быть управляема, если мы же понимаем, что она неизбежна. Не можешь остановить пьянку, лучше ее возглавь. Нет, вы все равно ушли от вопроса про ЗАГСобрание. Вот в ЗАГСобрании какие есть способы заработать? Я не знаю, если брать там, ну, вот сколько я работал в двух созывах, да, правда, оба раза досрочно туда ушел, невозможно там особо заработать денег. Если только интересы крупного бизнеса, который ты можешь лоббировать, и некий там бизнесмен может как-то там помогать депутату в виде там различных там фондов, возможно такое, да, проявление. Но я вот лично с таким не сталкивался. В основном это идет на уровне политических игр разных и договоренностей. Ты мне, я тебе. Тогда идет нормальный процесс работы депутатов. А если вот так там какие-то деньги, ну, такого не присутствует. Мы не чиновники, депутаты бывшие там и действующие, они не чиновники. Чиновник за какую-то подпись берет какие-то деньги, а депутат за то, что он творит законы, как он может взять деньги? Только у тех, ради кого он творит, либо это население, либо это какие-то интересы крупного бизнеса там или еще. Хорошо, понятно. Простите, да, у нас Сергей еще не высказался. Вы были руководителем администрации района, и, наверное, приходилось в том числе чиновников воспитывать. Вы вот какие-то такие неофициальные курсы проводили, приходилось людям объяснять, что нет шоколадки, даже шоколадку не бери. Ну, во-первых, нужно понимать, в чем проблема вообще борьбы с коррупцией. В том, что она выгодна и тому, кто дает, и тому, кто берет. Конечно, дело обоюдное, очень интимное. Это, безусловно. Вот когда вы говорите, что невозможно решить вопрос без взятки, в принципе, вопрос решить можно, наверное, любой. И получить землю под застройку, и взять в аренду какой-нибудь офис муниципальный или государственной собственности. Но это будет очень долго, дорого и, условно говоря, там на самой окраине города Екатеринбурга или Свердловской области. А стимулируя отдельных чиновников, может быть, и не Свердловской, конечно, мы говорим в целом сейчас, вы привели там примеры из федерального законодательства, эти вопросы можно решать быстрее, короче, дешевле и эффективнее. И поэтому очень мало предпринимателей, обычные граждане сообщают о фактах коррупции. Потому что им это тоже, к сожалению, интересно. Начиная с устройства ребенка в детский садик, ну, в последнее время очереди у нас, слава богу, уменьшаются, давно нужно было этим заняться. Я, честно говоря, не понимаю, почему эта проблема была так запущена в последние годы, пока этим не занялся лично Владимир Путин. Ну, и кончая, конечно, вот крупнейшими землеотводами под крупные промышленные предприятия. Это выгодно обеим сторонам. Поэтому все молчат, всем хорошо, и милиция практически говорит, нет сообщений. То есть нам нечем и Следственный комитет, не над чем работать. Софья, всем хорошо, зачем с этим бороться? Как это зачем с этим бороться? Госмеханизм так смазывается. Ну, конечно, я сейчас могу сказать очень академично о том, что иностранные инвестиции, о том, что климат в обществе, и все в таком духе. Это все все понимают. Но в данном случае, вот сейчас было высказано три мнения, и на самом деле мы говорили все о совершенно разных формах коррупции. Речь идет о политической коррупции, о деловой коррупции, я сказала о бытовой коррупции. Это разные формы, и меры противодействия здесь должны быть разными. А насчет зачем бороться? Дело в том, что обычный гражданин, который не сразу пришел в политику или не сразу стал предпринимателем, а начинал он все-таки как обычный гражданин, он формируется в системе, которая существует. Если у нас сегодня существует система, в которой мы говорим о том, что без коррупционного действия невозможно ничего решить или решить достаточно сложно. Можно, но сложнее. Можно, но сложнее. Конечно же, формируется правосознание у человека о том, что такая практика, такие правила игры, соответственно, он ведет себя так, как принято в обществе. Почему надо начинать с подарков, например, не с Государственной Думы? Если же мы с самого начала говорим человеку о том, что правила игры другие, то он все-таки думает о другом. Почему мы начинаем с подарков? На самом деле, я бы не сказала, что мы вообще начинаем только с подарков. Здесь сейчас действует комплексная программа, и это лишь одно из мероприятий, о котором мы можем говорить. Подарок – это очень распространенное явление, и даже среди юристов-профессионалов не всегда имеются одинаковые мнения о том, что такое подарок. Очень часто люди считают, что если у нас дается что-то меньше стоимости, чем 3000 рублей, то, в общем-то, здесь все хорошо. Это можно, это разрешено. На самом деле, это неправильно. И людям нужно говорить о том, как правильно, что законодательное. Сейчас какие-то тренинги, но никто не говорит о коррупции куда более масштабной. То есть, зачем сосредотачивать усилия на таких декоративных вещах? Обычного гражданина волнует именно бытовая коррупция. Обычный гражданин приходит в государственный орган за решением какой-то проблемы, он не идет в политические сферы, он не занимается бизнесом, ему просто нужно получить заграничный паспорт в укороченные сроки. Он просто ехал, нарушил некие правила на дороге, он просто хочет устроить ребенка в детский сад. То есть, это насущные проблемы, которые касаются...